Всем привет! Меня зовут Таня, я провожу видеоэкскурсию по Буэнос-Аресу, если кто не знает, что я в Аргентине. Ну а сейчас я нахожусь в таком месте, куда гиды обычно не привозят своих туристов. Но я вот решила заглянуть. Мы находимся в книжном магазине. С первого взгляда это похоже на театр. В принципе, так и есть, это бывший театр. Это тот самый книжный магазин, которому National Geographic присвоил первое место по красоте среди всех книжных магазинов в мире. И газета The Guardian, британская газета, дала второе ему место по красоте в мире. Театр построили в 1919 году и в нем ставили обычные драматические спектакли. Он вмещал в себя 1050 посетителей. Вся отделка интерьера посвящена окончанию Первой мировой войны. В конце 1920-х годов его уже переделали в кинотеатр. Между 1964 и 1973 годами это снова был театр. И уже в начале 2000-х годов его переделали в книжный магазин. В книжном магазине сохранилась сцена. Теперь там располагается кафе. В других зонах располагаются книжные полки. Вся отделка сохранила свой прежний вид. Несмотря на реконструкцию, в ходе которой были выстроены экскалаторы, ведущие с первого на второй этаж, в здании сохранилась атмосфера театра. Элитонео – это национальная марка, книжная марка, созданная в 1912 году. У них по всей Аргентине около 34 точек. Именно эта марка и выкупила это здание бывшего театра и построила там свой книжный магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, я так понимаю, управление светом когда-то было при театре. Купол имеет размеры 20 на 19 на 3,5 метра. Рисовали его маслом. Это аллегорическое представление о мире в честь празднования окончания Первой мировой войны. Смотрите, какой раритет можно найти. Диски. Кто их еще слушает? Много, большая-большая полка с дисками. Стоимость, кстати, недорогая. Где-то примерно 500 песок. 5-6 долларов. Аргентинцы – это достаточно читающая нация. И многие аргентинцы приходят сюда почитать книжки. То есть не купить, а почитать. Пользуются этим магазином как бесплатной библиотекой. В этом магазине можно найти не только наших авторов, наших классиков. Также можно найти много книг про Вторую мировую войну, книг про нацистов. Ну и, конечно же, как в любом книжном магазине, здесь можно купить различные сувениры, открытки, рюкзаки, пазлы и другие сопутствующие товары. Надеюсь, что вам понравилось. Ну, на этом наша экскурсия по книжному магазину мы закончим. До встречи в моих новых видеоэкскурсиях. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, покажите друзьям. И до встречи. Чао!